Без всякого преувеличения, даже не десяткам, а сотням миллионов людей из совершенно разных уголков земного шара, знакомое произведение великого художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского, написавшего за свою жизнь более шести тысяч картин. Его предки, в числе многих соотечественников армян, еще в XVIII веке, не выдержав турецкого гнета, переселились из Западной Армении, сейчас эта область в Турции, в Польшу, и именно в городе Станиславове, ныне Ивано-Франковск, в 1765 или 1666 году родился его отец Геворг. В разных документах встречаются разные варианты его фамилии – Гайваз, Айвазян, образованные от армянского имени Айваз, что значит радость, сияние. В молодом возрасте тот жил в Молдавии и на Буковине, а в начале XIX века переселился в Крым, в Феодосию. Здесь он стал писать свое имя и фамилию на польский манер – Константин Гайвазовский. В браке с женой Репсеме, в год ее жизни 1784-1860, в той же Феодосии у них родились три сына и две дочери. К двум их сыновьям пришла всемирная известность. Младший – Аванес, будущий живописец Иван Айвазовский, нес в мир красоту. А средний – Габриэл, ученый, просветитель, педагог, ставший архиепископом армянской апостольской церкви, нес людям свет знаний. И если многие художники зачастую получали признание только после смерти, то у Ивана Айвазовского и прижизненная карьера сложилась очень удачно. Он был награжден многими орденами и медалями, получил чин действительного тайного советника, что соответствует званию адмирала. Заслужив высокий авторитет во многих странах мира, стал богатым и за свои средства построил в родной Феодосии водопровод, железную дорогу, вокзал, спонсировал многочисленные археологические раскопки в Крыму и занимался иной благотворительностью. И, конечно же, основал картинную галерею своих произведений, которую завещал любимому городу. Мне довелось дважды побывать в этой Феодосийской галерее, где хранится крупнейшее в мире собрание его работ числом свыше 400. А три года назад на 200-летний юбилей гениального художника Феодосию пригласили его многочисленных потомков. Только в одной Австралии их проживает 30 человек. Между прочим, организаторы вполне могли бы позвать на эти торжества его дальних родственников и из нашего города. Однако, либо закрытость и секретность Сарова не позволила биографам вычислить всех потомков, либо они узнали, что внучатая племянница Айвазовского ушла из жизни в 2014 году. А может быть, виной тому природная скромность героини нашего очерка, которая практически никому не рассказывала о своей родословной. Но саму ее до сих пор с любовью и благодарностью вспоминает не одно, а несколько поколений наших горожан, которых она учила в школе. Так вот, этой ниточкой, связавшей царов с Крымом, с Феодосией, самим Айвазовским была Мариама Леоновна Пименова в девичестве Мамджи, что в переводе означает «свеча». Мы знаем Мариам Леоновну как педагога и человека с большой буквы, оставшуюся после войны круглой сиротой и волей судеб, оказавшуюся в нашем городе. А сейчас давайте еще раз вспомним о ней, но уже в новой ипостасе. Как ни странно, эта информация она хранила, никогда никому не рассказывала. И я лично об этом узнал только в 2007 году, когда непосредственно мы пришли в семью Мариам Леоновны для того, чтобы познакомиться с ее мужем Михаилом Семеновичем, который является ветераном Великой Отечественной войны. И он воевал во время Великой Отечественной войны на Техианском флоте. А вообще он сам не наш нижегородец, горьковский парень, был призван на флот, отвоевал, прибыл опять в Горький. И там встречает вот такую замечательную девушку, студентку четвертого курса педагогического института, Мариам. Они приезжают к нам в город, и с 51-го года они живут здесь. Михаил Семенович падает именно по комсомольской путевке, направлению. Ну, вы знаете, да, тогда набирали самых лучших, приглашали на работу именно в КБ-11. Он попадает к нам, работает здесь, проявляет уже свой жизненный и боевой опыт в создании новых видов вооружения. В то время и за свои трудовые подвиги был награжден с медалью за доблестный труд и орденом Трудового Красного Знамени. А Мариам Леоновна, прибыв сюда в 51-м году, она сначала становится учителем иностранного языка в школе номер 2, а с 56-го года и до 2000-го она уже перешла в 10-ю школу. Она относится к семье Момджанц, так называемой семье Момджанц, предки которой, в общем-то, поселились когда-то в Феодосии. И папа тоже родился ее, Леон, он тоже родился в Феодосии. Но в связи с тем, что его сестра Мариам приехала когда-то в Ленинград, семья тоже уехала туда, а папа Мариам Леоновна, он был учителем музыки, то есть великолепно играл на скрипке. И Мариам Леоновна с детства тоже начала, естественно, обучаться игре на скрипке. И видите, даже у нас уникальная фотография, когда они семейную трио. И, в общем, все понимали, что ее ждет очень хорошее будущее, как музыканта, как скрипача. Но наступает Великая Отечественная война, и, к сожалению, конечно, вся ее жизнь подчинена уже этому тяжелому времени. Тем более, они в то время проживали уже в Ленинграде, то есть блокады Ленинграда. Сначала они, и мама, и папа, и Мариам Леоновна, и старшая сестра работают на укрепление оборонных позиций Ленинграда. Затем папа умирает, значит, мама еще помогает при облевновании, тоже не ходит на средства оборонных сооружений. Но и мама потом остается без сил, буквально на коленях Мариам Леоновны она умирает. Потом уходит из жизни и старшая сестра с ребенком, муж старшей сестры погибает на фронте. То есть практически к концу блокады Ленинграда Мариам Леоновна, к сожалению, становится единственным ребенком из этой семьи. Она была выездена как раз в Горьковскую область, и вот таким образом она попала сюда к нам. Я имею в виду, что именно Горьковскую область в 1947 году она выбирает, будучи уже взрослым человеком, выбирает именно педагогическое образование и поступает в педагогический институт Горьковский на факультет иностранных языков. Ну и здесь мы показали на этом стенде именно связь этой семье с семьей Айвайзовских, то есть Айвайзян, которую впоследствии мы вызвали, потому что они связаны именно через маму Ивана Айвайзовского, Репсине, которая как раз, ее девичья фамилия Момджанс. То есть это как раз линия, где потом родится Мариам Леоновна. И только к концу жизни, когда уже не стало Михаила Семеновича, Мариам Леоновна буквально за год до своей смерти случайно рассказала мне, что она является внучатой племянницы Айвайзовского. Тогда я был страшно удивлен этой новостью и не знал даже, как к ней относиться. Я не мог в это поверить, но когда мы стали на самом деле изучать данные биографии, то все карты легли на свое место. И мы узнали вот эту удивительную судьбу вот этих замечательных людей. И теперь рады, что в нашем музее появился вот такой стенд, с которым можно более подробно познакомиться, потому что судьба каждого человека, который здесь изображен, и включая, конечно, самого Айвайзовского и Мариам Леоновна, и Михаила Семеновича заслуживает пристального внимания и, конечно, ознакомления. Ну и, конечно, гордости за наш город, за тех людей, которые здесь трудились.